9 марта 1914 года. Рим. Вилла Арсиния. Вчера ночью у меня был важный разговор с Фомой Магнусом. Когда Мария удалилась к себе, я, по обыкновению, почти-то сейчас же, собрался ехать домой. Но Магнус удержал меня. Куда вам ехать, мистер Вандергуд? Оставайтесь ночевать. Послушайте, как беснуется сумасшедший март. Уже несколько дней над Римом бродили тяжелые тучи, и косой дождь порывами сёк стены и развалины. И в то утро я прочел в какой-то газетке выразительный бюллетень о погоде. К вечеру ненастья превратилась в бурю, и взволнованное море перекинуло через 90 миль свой влажный запах в стены самого Римова. И настоящее Римское море, его волнистая компания, запела всеми голосами буря, как океан. И мгновениями чудилось, что её недвижные холмы, её застывшие из века волны, уже поколебались на своих основаниях, и всем стадом надвигаются на городские стены. В сумасшедший март этот растоптанный делатель страха и бурь стремительно носился по её простору. Каждую бледную травинку за волосы пригибал к земле, задыхался, как загнанный, и целыми охапками поспешно бросал ветер в стонущие кипарисы. Иногда он бросался чем-то потяжелее. Крыша домика дрожала под ударами, а каменные стены гудели так, будто внутри самих камней дышал и искал выхода пойманный ветер. Весь вечер мы слушали бурю. Мария была спокойна, но Магнус заметно нервничал, часто потерял свои большие руки и осторожно прислушивался к талантливым имитациям ветра, к его разбойничьему свисту, крику, воплям, смеху, стоном. Расторопный артист ухитрялся одновременно быть убийцей и жертвой, душить и страстно молить о пощаде. Если бы у Магнуса были подвижные уши, звери, они все время стояли бы напряженно. Его тонкий нос вздрагивал, темные глаза совсем потемнели, как будто и на них легли отражения туч. Тонкие губы кривила быстрая и странная усмешка. Я был также взволнован. Во все дни моего вочеловечения я впервые слышал такую бурю. И она подняла во мне все былые страхи. Почти с ужасом ребенка я старался избегать глазами окон, за которыми стояла тьма. Почему она не идет сюда, думал я? Разве стекло может ее удержать, если она захочет ворваться? Несколько раз кто-то громко стучал и силою потрясал железные ворота, в которые когда-то стучались и мы стопи. Это мой шофер приехал за мною, сказал я. Надо ему открыть. Магнус искоса взглянул на меня и угрюмо ответил. С той стороны нет дороги. Там только поле. Это сумасшедший Март просится сюда. Точно слова его были услышаны. Узнанный Март рассмеялся и удалился, насвистывая. Но вскоре новые удары сотрясли железную дверь. И несколько голосов, крича и перебивая друг друга, беспокойно и тревожно говорили о чем-то. Слышно было, как плачет маленький ребенок. Это заблудившийся. Вы слышите? Ребенок. Надо открыть. А вот мы посмотрим. Сердито отозвался Магнус. Я с вами, Магнус. Сидите, Вандергуд. Мне достаточно этого товарища. Он быстро достал из стола тот револьвер. И с особенным чувством любви и даже нежности мягко охватил его широкой ладонью и бережно сунул в карман. Он вышел, и слышен был крик, которым его встретили у ворот. В тот вечер я избегал почему-то ясных взоров Марии. И мне сделалось неловко, когда мы остались одни. И вдруг мне захотелось упасть на пол, подползти к ней на коленях и тихонько свернуться у ее ног. Так, чтобы ее платье тихо-тихо касалось моего лица. Мне казалось, что на спине у меня растут волосы. И если их погладить, то посыпаются искры. И тогда мне станет легче. Так я мысленно все подползал, все подползал к ней, когда вошел Магнус и молча положил револьвер обратно. Голоса у дверей утихли, и стук прекратился. «Кто это?» – спросила Мария. Магнус сердито стряхнул с себя капельки дождя. «Сумасшедший Март!» «Кому же больше?» «Но вы, кажется, говорили с ним». Пошутил я, скрывая неприятную дрожь холода, который вошел вместе с Магнусом. «Да, я сказал ему, что это неприлично – таскать за собой такую подозрительную толпу. Он извинился и больше не придет». Магнус усмехнулся и добавил, убежден, что сегодня все разбойники Рима и компанию грезят засадами и кровью и целуют свои стилеты, как возлюбленных. Послышался снова неясный, как будто робкий стук. «Опять?» Средито крикнул Магнус, словно сумасшедший Март и вправду обещал ему не стучать больше. Но за стуком послышался и звонок. Это приехал мой шофер. Мария удалилась, а мне, как сказано, Магнус предложил остаться на ночь. Я после небольшого колебания согласился. Мне совсем мало нравился Магнус с его револьвером и усмешками, но еще меньше нравилась глупая тьма. Любезный хозяин сам пошел, чтобы отпустить шофера. В одно из окон я видел, как широко и ярко блеснули при повороте электрические прожектора машины. И на минуту мне ужасно захотелось домой. К моим приятным грешникам, которые теперь протягивают венцо, потягивают в ожидании меня. Ах, я уже давно отказался от добродетели и веду порочную жизнь пьяницы и игрока. И опять, как в ту первую ночь, тихий белый домик, эта душа Марии показался мне подозрительным и страшным. Этот револьвер, эти пятна крови на белых руках. А может быть, и еще где-нибудь найдутся такие пятна. Но было уже поздно раздумывать. Машина ушла. И возвратившийся Магнус имел при свете не синюю, а очень черную и красивую бороду. И глаза его приветливо улыбались. В широкой руке он нес не оружие, а две бутылки вина. И еще издали весело крикнул. В такую ночь только и остается, что пить вино. Мне и Март при разговоре показался пьяным. Буляка! Ваш стакан, Вандергот! Но когда стаканы были налиты, этот веселый пьяница едва коснулся вина и глубоко уселся в кресло, предоставив мне пить и разговаривать. Без особого воодушевления, слушая шум ветра и думая о том, как длина предстоящая ночь, я рассказывал Магнусу о новых настойчивых посещениях кардинала. Кажется, кардинал действительно приставал ко мне шпионов. Но, что еще более удивительно и странно, сумел чем-то поддействовать на неподкупанного топе. Он остался все тем же преданным другом, но сделался мрачен, почти каждый день ходил на исповедь и сурово убеждал меня принять католичество. Магнус спокойно слушал мое повествование и еще с большей неохотою я рассказал о множестве неудачных попыток развязать мой кошелек. О бесконечном количестве прошений, написанных дурным языком, где правда кажется ложью от скучного однообразия слез, поклонов и наивной лести. О сумасшедших изобретателях, о торопливых прожектерах, всевозможной быстротой использовать свой недолгий отпуск из тюрьмы. Обо всем этом обглоданном человечестве, которое запах слабо защищенных миллиардов доводит до иступления. Мои секретари, а их теперь работает целых шесть человек, едва успевают справляться со всей этой массой слезливой бумаги и бешено говорливых людей, стерегущих каждую дверь моего дворца. «Боюсь, что мне придется сделать для себя подземный ход. Они истерегут меня по ночам. Они устремились на меня с лопатами, мотыгами, как на клондайк, и втыкают в меня заявки. Болтовня этих проклятых газет о миллиардах, которые я готов отдать предъявителю любой язвы на ноге или на пустого кармана, свела их с ума. Думаю, что в одну прекрасную ночь они просто поделят меня на порции и съедят. Они уже открыли ко мне паломничество, как лурд, и приезжают с чемоданами. Мои дамы, которые считают меня своей собственностью, нашли для меня небольшой дантовский ад, где мы ежедневно гуляем всем обществом. Вчера мы целый час созерцали какую-то безмозглую старуху, все достоинства которой в том, что она сумела пережить своего мужа, детей и всех внуков, и теперь нуждается в нюхательном табаке. А еще один сердитый старик не хотел успокоиться и не брал даже денег до тех пор, пока все мы не понюхали, как пахнет старая рана на его ноге. Пахнет действительно скверно. Этот сердитый старик гордость моих дам и, как все фавориты, капризен. А еще вам не скучно меня слушать, Магнус? Я могу рассказать вам еще про целую уйму оборванных отцов, голодных детей, зеленых и гнилых, как некоторые сорта сыра, при благородных гениях, презирающих меня, как негра, про остроумных пьяниц с веселыми красными носами. Мои дамы неохотно показывают пьяниц, но мне не нравится больше всего остального товара. А вам, сеньор Магнус? Магнус молчал. Мне надоело говорить, и я тоже замолчал. Один безумный Март продолжал неутомимо разыгрывать свои шутки. Теперь он сидел на крыше и старался прогрызть ее по самой середине, хрустел черепицей, как с сахаром. Магнус прервал молчание. Последние дни о вас очень мало пишут газеты. Что случилось? Я плачу интервьюерам, чтобы они не писали. Сперва я просто прогнал их, но они стали интервьюировать моих лошадей, и теперь я плачу им за каждую строчку молчания. Не найдется ли у вас покупатель на мою виллу, Магнус? Я ее продаю вместе с художниками и остальными интерьерами. Мы снова основательно помолчали и прошлись по комнате. Сперва прошелся Магнус и сел, потом прошелся я и также сел. Кроме того, я еще и выпил два стакана вина, а Магнус ни одного. О, у этого господина нос никогда не покраснеет. Вдруг он решительно сказал. Не пейте больше вина, Вандергуд. О, хорошо, я больше не буду пить вина, это все. Дальнейшие вопросы свои Магнус предлагал с большими промежутками молчания. Тон его голоса был суров и резок. Мой, мелодич, сказал бы я. В вас произошла большая перемена, Вандергуд. Очень возможно, благодаря вам, Магнус. Прежде вы были живее, теперь вы почти не шутите. Стали очень мрачным субъектом, Вандергуд. О, вы даже похудели и лоб у вас желтый. Это правда, что вы каждую ночь напиваетесь с вашими друзьями? Кажется, играете в карты, бросаете золото, и недавно за вашим столом чуть не произошло убийство. Боюсь, это правда. Я припоминаю, что один джентльмен действительно хотел проткнуть вилкой другого джентльмена. А откуда вам это известно, Магнус? Он ответил сурово и многозначительно. Вчера у меня был мистер Топпи. Он добился свидания с Марией, но я принял его сам. При всем моем уважении к вам, Вандергуд, я должен отметить, что секретарь ваш на редкость глуп. Я холодно согласился. Вы совершенно правы. Вам следовало выгнать его. Должен отметить, в свою очередь, что при имени Марии два последних стакана мгновенно испарились из меня. И при дальнейшем разговоре вино улетучивалось так же быстро, как эфир из открытой банки. Я всегда думал, что это непрочная вещь. Снова мы послушали бурю. И я сказал, ветер кажется сильнее, сеньор Магнус. Да, ветер кажется сильнее, мистер Вандергуд. Но вы должны признать, что я своевременно предупреждал вас. Мистер Вандергуд, в чем вы меня своевременно предупреждали, сеньор Магнус? Он охватил колено своими белыми руками и устремил на меня взор. Заклинателя змей. Ах, он не знал, что я сам вырвал у себя ядовитые зубы и теперь безвреден, как чучело в музее. Наконец он понял, что нет смысла так долго фиксировать простые бутылочные стекла и перешел к слову. Я вас предупреждал относительно Марии. Медленно и внушительно промолвил он. Вы помните, что я не хотел знакомства с вами и выражал это довольно ясно. Вы не забыли, что я говорил вам о Марии, о ее роковом влиянии на души. Но вы были настойчивы, смелы и я уступил. Теперь вы желаете представить нам, мне и дочери, чувствительное зрелище. Разлагающегося джентльмена, который ничего не просит и даже не упрекает, но не может успокоиться до тех пор, пока всеми не будет осмотрена его рана. Я не хочу повторять точно ваших выражений, мистер Вандергуд. В них слишком много дурного запаха. Да, сударь, вы достаточно откровенно говорили о ваших ближних. И я искренне рад, что вы бросили наконец эту дешевую игру в любовь к человечеству. У вас так много других забав. Но признаюсь, меня совсем не радует ваше щедрое намерение подарить нам останки джентльмена. Мне кажется, сударь, что вы напрасно уехали из Америки. И не продолжайте вашего дела с консервами. Надо продолжить. Общение с людьми требует совсем иных способностей. Он насмехался. Он почти выгонял меня. Этот человечек и я, который пишет себя с большой буквы «Я». Покорно и смиренно выслушивая его, выслушивал, выслушивал. Это было божественно смешно. Одна комическая подробность для любителей веселого чтения. Перед началом его тирады, мои глаза и моя сигара в зубах были довольно бодро и небрежно подняты кверху. К концу они опустились. Я до сих пор чувствую на зубах этот горький вкус уныло, свиснувшей, потухшей, выскользящей сигары. Я задыхался от смеха. Точнее, я еще не знал, задохнуться ли мне от смеха или от гнева. Или не задыхаться. Ни от того, ни от другого. Попросить зонтик от дождя и удалиться. Ах, он был дома. Он был на своей земле. Этот сердитый человечек черной бородой, он знал, что надо делать в этих случаях. И он пел соло, а не дуэтом. Как эти неразлучные сатана из вечности, Иван Дргут из Илонойса. Сударь, сказал я с достоинством. Здесь произошло печальное недоразумение. Перед вами вочеловечившийся сатана. Вы понимаете? Он вышел на вечернюю прогулку и неосторожно заблудился в лесу. В лесу, сударь! В лесу! Не будете ли добры, сударь? И не укажете ли мне ближайшей дороги к вечности? Ага! Благодарю вас! Я так и думал. Прощайте. Конечно, я этого не сказал. Я молчал, предоставив слово Ван Дргуту. И вот что сказал этот почтенный джентльмен, выпустив изо рта потухшую и мокрую сигару. Черт возьми! Вы правы, Магнус! Благодарю вас, старина! Да, вы честно предупреждали меня, но я пожелал играть в одиночную. Быть одиночкой. Теперь я банкрот и в вашем распоряжении ничего не имею против, если вы распорядитесь вынести останки джентльмена. Я думал, что не ожидая насилок, Магнус просто выбросит останки в окно. Но великодушие этого господина было поистине изумительно. Он взглянул на меня со страданием и даже протянул руку для пожатия. Вы очень страдаете, мистер Ван Дргут. Вопрос, на который довольно трудно ответить знаменитому дуэту, я моргнул глазами и поднял плечи. Кажется, это удовлетворило Магнуса. И на несколько минут мы погрузились в молчание. Не знаю, о чем думал Магнус, но я не думал ни о чем. Я просто разглядывал с большим интересом стены, потолок, книги, картинки на стенах, всю эту обстановку человеческого жилища. Особенно заинтересовала меня электрическая лампочка, на которой я остановил ненадолго мое внимание. Почему это горит и светит? Я жду вашего слова, мистер Ван Дргут. Он еще ждет моего слова. Хорошо. Дело очень просто, Магнус. Ведь вы предупреждали меня, завтра мой топи укладывает чемоданы, и я еду в Америку продолжать дело с консервами. А кардинал? Какой кардинал? Ах, да. Кардинал и миллиарды. Как же, я помню. Но не смотрите на меня так удивленно, Магнус. Мне это надоело. Что именно вам надоело, мистер Ван Дргут? Это шесть секретарей, безмозглые старухи, нюхательный табак и мой дантовский ад, куда меня вводят на прогулку. Не смотрите на меня так строго, Магнус. Вероятно, из моих миллиардов можно было приготовить зелье покрепче, но я сумел сделать только кислое пиво. Отчего вы не захотели помочь мне? Впрочем, вы ненавидите людей. Я забыл. Но вы их любите. Как вам сказать, Магнус? Нет, скорее. Я к ним равнодушен. Не смотрите на меня с таким чувством. Ей-богу, не стоит. Да, я к ним равнодушен. Их так много, знаете ли, было, есть и еще будет. Что положительно, не стоит. Значит, вы лгали. Смотрите не на меня, а на мои упакованные чемоданы. Нет, не совсем. Мне, знаете ли, хотелось создать нечто интересное для игры. Ну вот, для завязки. Я и пустил в обращение это чувство. Следовательно, вы только играли. Я снова моргнул глазами и поднял плечи. Мне понравился этот способ ответа на слишком сложные вопросы. И мне очень нравилось это лицо сеньора Фомы Магнуса. Его удлинившийся овал несколько вознаграждал меня за все мои театральные неудачи. И, Марию, замечу, что в моих зубах была новая сигара. В вашем прошлом, вы говорили, есть какие-то темные страницы. В чем дело, мистер Вандергуд? О, это маленькое преувеличение. Ничего особенного, Магнус. Извиняюсь, это напрасно потревожил вас, что. Но тогда мне казалось, что этого требует стиль. Стиль? Да. И законы контраста. При темном прошлом светлое настоящее, понимаете? Но я уже сказал вам, Магнус, что из моей затеи ничего не вышло. В наших местах имеют не совсем верное представление об удовольствиях, доставленных здешней игрой. Надо будет это растолковать. Когда вернусь, на несколько минут мне понравилась бритая обезьяна. Но ее способ околпачивать людей слишком стар и слишком верен. Как монетный двор. Я люблю риск. Околпачивать людей? Не. Ведь мы же их презираем, Магнус. Да. Так не будем отказывать себе в удовольствии. Если игра не удалась, говорить прямо. Вы, кажется, улыбнулись. Я очень рад. Но я устал болтать. И с вашего разрешения выпью стакан вина. Еще вина. Фома Магнус вовсе не был похож на улыбающего человека. И я сказал про улыбку так. Для стиля. Прошу не меньше получаса в полном молчании, нарушаемом только взвизгами и возней сумасшедшего марта, дарованными шагами Магнуса. Заложив руки за спину и не обращая на меня никакого внимания, он методично измерял комнату восемь шагов вперед, восемь шагов назад. По-видимому, он когда-нибудь сидел в тюрьме. И немало. У него было умение опытного арестанта создавать пространство из нескольких метров. Я позволил себе слегка зевнуть и этим обратил на себя внимание любезного хозяина. Но еще с минуту молчал Магнус, пока следующие слова не прозвучали в воздухе и не сбросили меня с места. Но Мария любит вас. Вы, конечно, не знаете этого. Я встал. Да, это правда. Мария любит вас. Это несчастье. Я не ожидал. Убить вас? Я опоздал, мистер Вандергуд. Это нужно было совершить вначале. А теперь я не знаю, что делать с вами. Как вы сами думаете на этот счет? Я выпрямился и... Мария любит меня? Я видел в Филадельфии неудачную казнь. Электричеством. Я видел в Миланской скала, как мой коллега Мефисто корчился и прыгал по всей сцене, когда статисты двинулись на него с креслами. И мой безмолвный ответ к Магнусу был довольно искусным воспроизведением того и другого трюка. Ах, в ту минуту в моей памяти не оказалось лучшего варианта. Клянусь вечным спасением. Еще никогда меня не пронизывало столько смертельных токов. Еще никогда я не пил такого горького напитка. Еще никогда не овладевал моей душой такой неудержимый смех. Сейчас я уже не смеюсь и не корчусь, как пошелый артист. Я один, и только моя серьезность слушает и видит меня. Но в ту минуту торжества мне понадобились все силы, чтобы громко не расхотаться и не надавать звонких пощечин этому суровому и честному человеку, бросавшему Мадонну в объятия дьявола. Ты думаешь? Нет. Американца Вандергуда с его козлиной бородкой и мокрою сигарой в золотых зубах. Презрение и ненависть, тоска и любовь. Гнев и смех. Горький, как полынь. Вот чем до краев была налита поднесенная мне чаша. Нет, еще хуже, еще горьче, еще смертельнее. Что мне обманутый Магнус со всей тупостью его глаз и ума? Но как могли обмануться чистые взоры Марии? Или я такой искусный дон Жуан, которому достаточно нескольких почти безмолвных встреч, чтобы обольстить невинную доверчивую девушку. Мадонна, где ты? Или она нашла во мне сходство с одним из своих святых, как утопия? Но ведь со мной же нет молитвенника. Мадонна, где ты? Устали твои тянутся к моим устам, как пестики к тычинкам, как все эти биллионы похоти цветов, людей и животных. Мадонна, где ты? Или я еще корчился, как актер. Я еще душил в приличном бормотании мою ненависть и презрение, когда это новое или вдруг наполнило меня новым смятением. И такой любовью, ах, такой любовью. Или, подумал я, твое бессмертие, Мадонна, откликнулось на бессмертие сатаны из самой вечности, глубины протягивает ему эту кроткую руку. Ты не узнала ли друга в том, кто вочеловечился? Ты, восходящая ввысь, не прониклась ли жалостью к нисходящему? О, Мадонна, положи руку на мою темную голову, чтобы узнал я тебя по твоему прикосновению. Слушай, что было дальше в эту ночь. Я не знаю, за что полюбила вас Мария. Это тайна ее души, недоступная моему пониманию. Да, я ее не понимаю, но я преклоняюсь перед ее волей, как перед откровением, что мои человеческие глаза перед ее всепроникающим взором. Мистер Вандергуд. И он говорил тоже. Минуту назад в горячности я сказал что-то об убийстве и смерти. Нет, мистер Вандергуд, вы можете навсегда быть спокойны. Избранный Марией неприкосновенен для меня. Его защищает больше, чем закон. Его покровом служит ее чистая любовь. Конечно, я немедленно попрошу вас оставить нас. И я верю в вашу честность. Вандергуд. Поставить между нами преградою океан. Но! Но! Магнус сделал шаг ко мне и гневно крикнул. Ни слова дальше. Я вас не могу убить. Но если вы осмелитесь произнести слово «брак», я. Он медленно отпустил поднятую руку и продолжал спокойно. Вижу, что мне еще не раз придется извиняться за мою вспыльчивость. Но это лучше, чем та ложь, образцы которой вы нам давали, даете до сих пор. Не оправдывайтесь, Вандергуд. Это лишнее. А о браке позвольте говорить мне. Это будет звучать менее оскорбительно для Марии, чем в ваших устах. Он совершенно немыслим. Запомните это. Я трезвый реалист. В роковом сходстве Марии я вижу только сходство. И меня вовсе не поражает мысль, что моя дочь, при всех ее необыкновенных свойствах, когда-нибудь станет женою и матерью. Мое категорическое отрицание брака было лишь одним из способов предупреждения. Да, я трезво смотрю на вещи, но, мистер Вандергуд, не вам суждено стать спутником Марии. Вы вовсе не знаете меня. И теперь я вынужден несколько приподнять зависть, за которую я скрываюсь уже много лет. Мое бездействие – лишь отдых. Я вовсе не мирный селянин и не книжный философ. Я человек борьбы, я воин на поле жизни, и моя Мария будет наградой только герою, если когда-нибудь мне встретится герой. Я сказал, вы можете быть уверены, сеньор Магнус, что я ни слова не позволю себе сказать относительно сеньоры Марии. Вы знаете, что я не герой. Но о вас мне позволено будет спросить, как мне сочетать ваши теперешние слова с вашим презрением к людям. Помнится, вы что-то очень серьезно говорили о эшафоте и тюрьмах. Магнус громко рассмеялся. А, вы помните, что вы говорили о вашей любви к людям? Ах, милый Вандергуд, я был бы плохим воином и политиком, если бы в мое образование не входило и искусство маленькой лжи. Мы играли оба. Вот и все. Вы играли лучше, признался я, довольно мрачно. А вы играли очень скверно, дорогой, не обижайтесь. Но что мне было делать, когда вдруг ко мне является джентльмен, нагруженный золотом, как осел. Продолжайте. И на всех языках начинает объясняться в своей любви к человечеству. Причем его уверенность в успехе может равняться только количеству долларов в его кармане. Главный недостаток вашей игры, мистер Вандергуд, в том, что вы слишком явно жаждете успеха. И стремитесь к немедленному эффекту. Это делает зрителя недоверчивым и холодным. Правда, я не думал, что это только игра. Самая плохая игра лучше искренней глупости. И я опять должен извиниться. Вы представились мне просто одним из тех глупых ямки, которые сами верят в свои трескучие и пошлые тирады. И вы понимаете. Вполне. Прошу вас, продолжайте. Только одна ваша фраза, что-то о войне и революции, которые можно создать на ваши миллиарды, показалась мне несколько интереснее остального. Но дальнейшее показалось, что это лишь простая обмолвка, случайный кусок чужого текста. Ваши газетные триумфы, ваши легкомыслия в серьезных вещах, вспомните, кардинала, ваша дешевая благотворительность совершенно дурного тона. Нет, мистер Вандергуд, вы не созданы для серьезного театра. И ваша болтовня сегодня, как она не цинична, понравилась мне больше, чем ваш дутый, балаганный пафос. Скажу искренне, если бы не Мария, я от души посмеялся бы сегодня с вами и без малейшего укора поднял бы прощальный бокал. Одна поправка, Магнус. Я искренне хотел, чтобы вы приняли участие. В чем? В вашей игре? Да в вашей игре не доставало Творца. И вы искренне хотели взвалить на меня нищету вашего духа? Как вы нанимаете художников, чтобы они расписывали и украшали ваши дворцы? Так вы хотели нанять мою волю и воображение, мою силу и любовь? Но ваша ненависть к людям? До сих пор Магнус почти не выходил из тона иронии и мягкой насмешки. Мое замечание вдруг переродило его. Он побледнел. Его большие белые руки судорожно забегали по телу, как бы отыскивая оружие. И все лицо его стало угрожающим и немного страшным. Словно боясь силы собственного голоса, он понизил его почти до шепота. Словно боясь, что слова сорвутся и побегут сами. Он старательно равнял их. Ненависть? Молчите, сударь, или у вас совсем нет ни совести, ни простого ума. Мое презрение, моя ненависть. Ими я отвечал не на вашу актерскую любовь, а на ваше истинное и мертвое равнодушие. Вы меня оскорбляли, как человека, вашим равнодушием. Вы всю жизнь нашу оскорбляли вашим равнодушием. Оно было в вашем голосе. Оно нечеловеческим взглядом смотрело из ваших глаз. И не раз меня охватывал страх. Страх, сударь, когда я проникал глубже в эту непонятную пустоту ваших зрачков, если в вашем прошлом нет темных страниц, которые вы приплели для стиля, то там есть худшие, там есть белые страницы, и я не могу их прочесть. Ого-го! Когда я смотрю на вашу вечную сигару, когда я вижу ваше самодовольное, но красивое и энергичное лицо, когда я любуюсь вашими непритязательными манерами, в которых кабацкая простота доведена до пуританской высоты, мне все понятно и в вас, и в вашей наивной игре, но стоит мне встретить ваш зрачок или его белую подкладку, и я сразу проваливаюсь в пустоту, мною овладевает тревога. Я уже не вижу ни вашей честной сигары, ни чистейших золотых зубов, и я готов воскликнуть, кто вы, смеющий нести с собой такое равнодушие. Положение становилось интересным. Мадонна любит меня, а этот каждое мгновение готов произнести мое имя, не сын ли он моего отца, как мог он разгадать великую тайну моего беспредельного равнодушия. Я так тщательно скрывал ее от тебя. Вот-вот, закричал Магнус, волнуясь, в ваших глазах снова две слезинки, которые я уже видел однажды. Это ложь, Вандергуд, под ними нет источника слез. Они пали откуда-то сверху, из облаков, как роса. Лучше смейтесь. За вашим смехом я вижу просто дурного человека. Но за вашими слезами стоят белые страницы. Белые страницы. Или их прочла моя Мария. Не сводясь в меня глаз, словно боясь, что я убегу, Магнус прошелся по комнате и сел против меня. Лицо его погасло, и голос казался утомленным, когда он сказал. Но я напрасно, кажется, волнуюсь. Не забудьте, Магнус, что сегодня я сам говорил вам о равнодушии. Он небрежно и устало махнул рукой. Да, вы говорили, но здесь другое, Вандергуд. В этом равнодушии нет оскорбления, а там я почувствовался сразу, когда вы явились с вашими миллиардами. Не знаю, будет ли вам понятно, но мне сразу же захотелось кричать о ненависти, требовать эшафот и крови. Эшафот – дело мрачное, но любопытное его злеше фото, мистер Вандергуд, вещь невыносимая. Не знаю, что в ваших местах говорят о нашей игре, но мы за нее расплачиваемся жизнью. И когда вдруг появляется любопытный господин в цилиндре с сигарой, его хочется, понимаете, взять за шиворот и… ведь все равно он никогда не достиживает до конца. Вы также ненадолго изволили заглянуть к нам, мистер Вандергуд. Каким длительным стоном пронеслось во мне имя Мария? Я не играл нисколько и уже не лгал нисколько, когда давал свой ответ мрачному человеку. Да, я к вам ненадолго, сеньор Магнус, вы угадали, по некоторым довольно уважительным причинам. Я не могу ничего рассказать о белых страницах, которые вы также угадали. За моим кожаным переплетом, но на одной из них было начертано смерть-уход. Это не цилиндр был в руках у любопытного посетителя, а револьвер. Вы понимаете? Смотрю, пока интересно, а потом кланяюсь и ухожу. Из уважения к вашему реализму выражусь яснее и проще. На ближайших днях, быть может завтра, я отправлюсь на тот свет. Нет, это недостаточно ясно. На ближайших днях или завтра я стреляюсь, убиваю себя из револьвера. Сперва думал выстрелить в сердце, но в голову, кажется, будет надежнее. Задуман это давно, еще в самом начале моего появления. У вас и не в этой ли готовности к уходу вы усмотрели мое нечеловеческое равнодушие. Ведь правда, когда одним глазом смотришь на тот свет, то в глазу, обращенном на этот, едва ли можно гореть особенно яркое пламя. Как в ваших глазах, хотя бы. О, у вас удивленные глаза, сеньор Магнус. Магнус помолчал и спросил, а Мария? Разрешите отвечать. Я слишком высоко ставлю сеньорину Марию, чтобы не считать ее любви ко мне роковой ошибкой. Но вы хотели этой любви? Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Вначале да, пожалуй, у меня мелькнули кое-какие мечты, но чем дальше я вникал в это роковое сходство, это только сходство с живостью поправил меня Магнус. Вы не должны быть ребенком, Вандергуд. Душа Марии возвышена, прекрасна, но она живой человек из мяса и костей. Вероятно, у нее также есть свои маленькие грешки. А мой цилиндр, Магнус, а мой свободный уход, чтобы смотреть на синерину Марию с ее роковым сходством, пусть это будет только сходство. Мне достаточно заплатить за кресло, но чем я могу заплатить за ее любовь? Магнус сурово промолвил, только жизнью. Вы видите, только жизнью. Как же я мог хотеть такой любви? Но вы не рассчитывали? Она уже любит вас. О, если Мария действительно любит меня, то моя смерть не может быть препятствием. Впрочем, я выражаюсь не совсем понятно. Хочу сказать, что мой уход нет лучше. Я ничего не скажу. Одним словом, сеньор Магнус, теперь вы не согласились бы взять мои миллиарды в ваше распоряжение. Он быстро взглянул на меня. Теперь да, теперь, когда мы уже не играем. Я в любовь, а вы в ненависть. Теперь, когда я совсем ухожу и уношу с собой останки джентльмена, выражаюсь совсем точно, вы не хотели бы быть моим наследником. Магнус нахмурился и гневно взглянул на меня. Видимо, слова мои он почел за насмешку. Но я был серьезен и спокоен. Мне показалось, что большие белые руки его несколько дрожат. С минуту он сидел отвернувшись и вдруг круто обернулся. Нет, крикнул громко. Вы снова хотите? Нет. Он топнул ногой и еще раз крикнул. Нет. Его руки дрожали, дыхание было тяжко, прерывисто. Потом было долгое молчание, свист, бури, шорохи и шепоты ветра. И тогда снова снизошло на меня великое спокойствие. Великий мертвый всеобъемлющий покой. Все стало вне меня. Я еще слышал земных демонов бури, но голоса их звучали отдаленно, глухо, не трогая меня. Я видел перед собой человека, и он был чужд мне, и холоден, как изваяние из камня. Один за другим прошли предо мною, погасая все дни моей человечности. мелькнули лица, прозвенели слабые голоса, непонятный смех, и стихли. Я обратил взор в другую сторону, и там встретило меня безмолвие. Я был точно замурован между двумя каменными глухими стенами. За одной была ихняя человеческая жизнь, от которой я отделился, за другой в безмолвии и мраке простирался мир моего вечного и истинного бытия. Его безмолвие звучало, его мрак сиял, трепет вечной и радостной жизни плескался, как прибой, отвердый камень непроницаемой стены. Но были глухи мои чувства, и безмолвие мысль молчала, из-под слабых ног моей мысли выдернули память, и она повисла в пустоте, недвижная, мгновенно онемевшая. Что оставил я за стеной моего беспамятства? Мысль не отвечала. Она была недвижна, пуста и молчала. Два безмолвия окружали меня, два мрака покрывали мою голову, две стены хоронили меня, и за одною в бледном движении теней проходила их человеческая жизнь, а за другою в безмолвии и мраке простирался мир моего истинного и вечного бытия. Откуда услышу зовущий голос? Куда шагну? И в эту минуту прозвучал далекий и чуждый голос человека. Он становился все ближе, в нем звучала ласка. Это говорил Магнус. С усилием содрогаясь от напряжения, я старался услышать и понять слова. И вот что я услышал. А не остаться ли вам жить? Вандергуд. «Ни» «Откуда» «Ни» «Ни» «Ни»